Мы в гостях у Виллера. И сегодня мы остановимся на велосипеде Виллер Турбин СВ. Эту новинку Виллер предложил исключительно для Тайм Триала. Вы знаете, турбин, который мы предлагали в течение трех лет, это был универсальный велосипед как для Триатлона, так и для Тайм Триала. Но велосипедисты сказали свое мнение о велосипеде Турбин, и он для них оказался недостаточно быстрым и с точки зрения аэродинамики, посадки на велосипеде и передачи энергии. И так как Виллер все-таки в большей степени его сердце принадлежит к шоссейным гонкам, решил уйти от компромиссов и сделал бескомпромиссный настоящий велосипед для Тайм Триала. И вот перед вами новинка 24-го года Турбина СВ. Да, частично этот велосипед перешел от аэродинамического шоссейного велосипеда Филанта. Задние перья и основной треугольник очень похожи на Филанты СЛР. Но по посадке, по характеристикам велосипед модернизирован именно для раздельного старта. Поэтому, если вы шоссейный гонщик и хотите показать наилучший результат, именно на этот велосипед, именно эта модель позволит вам поддерживать скорость выше 50 км в час и улучшить ваш результат по сравнению, если вы ехали на велосипеде универсальным, как для триатлона и для раздельного старта, либо просто триатлонном велосипеде. И почему вы это сделаете? Во-первых, это максимально аэродинамическая посадка. Вы можете видеть, насколько здесь можно опустить спину, выровнять ее горизонтально на земле. Вы видите здесь абсолютно новый тайм-триал руль, который также поможет вам максимально спрятаться от ветра. Вы видите, что руки здесь сведены и локти сведены максимально близко друг к другу. Вы также видите, что даже сейчас при максимально поднятой возможности насадки, это все равно очень глубокая низкая динамическая посадка. Второй момент, который вам поможет, это легкость велосипеда. Этот велосипед такой же легкий, как самый топовый шоссейный велосипед. Вы знаете, что все мясистые триатлонные велосипеды за счет большой массы карбона весит достаточно много. Так вот, турбина СЛР – это легкий велосипед с весовыми характеристиками гоночного велосипеда, но с посадкой для раздельного ставка. Здесь геометрия проработана так, чтобы вы сели, слились с велосипедом, ваша спина приняла горизонтальную позицию, и вы максимально передавали энергию при классическом педаляже. Как вы здесь видите, в отличие от триатлонных велосипедов, здесь нет той самой возможности, когда седло смещается сильно вперед, и как триатлеты вы как бы давите под себя. Здесь этого нет. Полная классика, индивидуальный хонд, максимальная скорость, низкий вес, эффективные тормоза, если трасса проходит где-то в городе. Но, если вы любитель скорости, и тем не менее вы участвуете в триатлоне, вы можете использовать этот велосипед для триатлона, но исключительно со штырем, который предложит виллер уже совсем скоро. Штырь, который смещен вперед на 65 мм, так называемый дроп, и тогда вы сможете использовать этот велосипед именно той триатлонной посадкой, классической, к которой уже все привыкли. Но при всем при этом, не забывайте, что этот велосипед не будет для вас комфортным, потому что здесь глубокая аэродинамическая посадка. Никаких компромиссов. Хотите ехать быстро, вам нужно сложиться, вам нужно сесть в аэродинамическую посадку и держать скорость выше 40. Покупать себе гоночный велосипед для индивидуального хода с высокой посадкой, сидеть как на заборе, вы просто проиграете. Весь ветер будете принимать на себя, и эффект от аэродинамического велосипеда, широких труб, рамы, от высокопрофильных колес уйдет на нет. Вот такая вот история. Нравится велосипед? Смотрите и знайте, что у нашей компании в 2024 году есть возможность купить настоящий болид для Тайм Триара. Ну и ждите наши новые обзоры. Субтитры создавал DimaTorzok